У нас за собой влечет суть большую, то есть, максимально искореню нон-РП во фракции, то есть, начиная с фулл-РП собеседований, а заканчивая максимально РПшными ситуациями, ну, типа теракт, захват, и тому подобное. Ну, тот же самый ДЭС матч, то есть, искореню, ввиду определенные для своего департамента приказы, чтобы состав мог зарубить себе это на носу. Ну, как говорится, чтобы не деймили, что за это плохо будет все такое. Ну, буду стараться вывести свою фракцию на максимальном уровне в целом. Это первое улучшение. Второе. Мы, ЛВПД, будем вести связи с Министерством здравоохранения таким образом. То есть, когда у нас будут собеседования, к нам будут приезжать пару человек старшего состава больниц, проводить людям, которые прошли медицинский, ой, которые прошли набор медицинский осмотр. Ну, то есть, вызывать будем, там, например, ЛВ этих врачей. Вот. Чтобы по РП у сотрудников не оказалось какого-нибудь заболевания и тому подобное, замену на это мы будем давать Министерству здравоохранения сотрудников СВАД для различных здравых целей. Например, охрана на какой-нибудь сомнительный выезд. Там. Ну, в общем, все это по решению руководящих должностей в департаменте. Ну, а также 10 ранга. Некая такая взаимность. Вот. Ну и тем самым, как бы, Роллоплей, думаю, поднимется на еще более высокий уровень. Третье улучшение – это служебное, а также личное транспортное средство. Можно будет взрывать для респауна исключительно в гараже, чтобы рядом не было никого живого, строй и тому подобное. Нарушение устного выговора, выговора или увольнение там. Далее, если сотрудник каким-то образом перекрасит, тюнингует свой служебный транспорт в течение рабочего дня, наказанием последует опять же, там, устный выговор-выговор. Запрещено брать служебный автомобиль после рабочего дня для личных целей. Исключение – высший состав, там, 8-9 ранг. Также и с оружием, только для работы. Ну, наказание, выговор, выговор. Исключение – строго для рабочих целей. Нельзя будет парковать автомобиль у главного входа в департамент, как делает большинство людей сейчас, чтобы не было мяса, как он обычно там бывает в высоком онлайне. Вот. Тем более, наказание для сотрудника МВД – устный выговор-выговор. А гражданскому, если после просьбы переставить данное спорное средство, человек отказывается сделать это, отбираем права. Отбор прав. Сотрудникам МВД, а также гражданским лицам будет разрешено парковать свои автомобили напротив главного входа вдоль забора маленького парка с фонтанчиком. Вот. А патруль СВАТ или какой-либо другой патруль будет разрешен только на служебном авто. За нарушение будет устный выговор-выговор. Опять же, поднятие РП уровня организации. А четвертое улучшение – будут созданы личные кабинеты всем сотрудникам 8-го ранга. То есть три кабинета, а также начальники этих кабинетов – это руководящие должности. Типа начальник полицейской академии, начальник ППС, начальник СВАТ, ну и, собственно, кабинет генерала, который уже имеется почти всегда у генерала полицейских департаментов. В таких кабинетах можно будет задавать вопросы начальникам должностей по работе, а также жаловаться на сотрудников группировки, там, ПА, ППС, СВАТ и тому подобное. Если сотрудник, например, в ППС, то жалоба на этого сотрудника в кабинете начальника СВАТ будет отклоняться. По-моему, мне не полезная вещь. Ну, а в дальнейшем это улучшение будет дополняться. Вот. Ну, пятое улучшение такое. В последнее время участились случаи демо, когда происходит какой-либо захват, похищение. От этого надо отучать полицейский департамент, всего лишь рассказав им некоторые правила. Правила похищения, захваты будут написаны на портале штата и будут рассказаны на каждом собрании сотрудникам офицерского состава. Это будут входить лекции. Ну, состав личной охраны, сокращенно ЛО, будет нужен для охраны важных личностей. Например, личность едет в своей машине, а спереди и сзади будут мотоциклы полицейского департамента по одному мотоциклу сзади и спереди, чтобы не было НРПДТП. Личная охрана нужна для того, чтобы было меньше похищений сотрудников, которые можно брать куда-либо в качестве... А сотрудников, которые можно брать куда-либо в качестве личной охраны, должны иметь пятый плюс ранг в ПД, состоять СВАД и знать роллоплей на отлично. Будет происходить все именно так. Личность звонит начальнику СВАД, номер будет указан в теме ЛО личной охраны или же генералу, и договаривается о личной охране для себя или же кого-либо другого. Главное, чтобы тот или иной человек не числился членом мафии или же банды, а также не модель. Иначе это будет немного глупо. Затем личность подъезжает к ЛВПД, и мы даем 20-й СВАД состав личной охраны личности на определенное время. Так, чтобы не вышло, что мы отдали обученных бойцов, кому попало, мы будем просить предоставлять паспорт, предоставлять паспорт личности, и которым отдаваться личная охрана будет на время, будет сотрудником пятого и большинства долговой организации. Это пять основных улучшений, а также... Подождите, нам надо только пять, мы их услышали. Так, наверное, я сейчас задам такой вопросик. После, может, возникнут и министры вопросы какие-то. Или города, хорошо. Допустим, смотрите, мафия, вы единственный лидер в сети. Мафия похитила, допустим, министра обороны, и не требует денег ни от кого. То есть им надо подписание контракта от министра, то есть связи с МВД никакой не будет. То есть вы ничего не будете об этом знать. Единственное, что вы знаете, что его просто похитили. Что вы будете предпринимать, и как вы будете выкручивать ситуацию? Ну, сперва я соберу сотрудников СВАД со своего департамента. Ну, и, конечно, не мешало позвонить ФБР, там, ФБР и СВАД вообще других департаментов. Вот, собрать их в одном гараже, в общем, им четко объяснить ситуацию грамотно, чтобы они все поняли. И, в общем, будем вести поиски, то есть там с масками или без, но поиски будут еще и на вертолетах. То есть и кто первый вообще, ну, найдет вот эту вот личность МО, как вы выразили, к примеру, которую похитили, тот, короче, передает в рацию, я так думаю, типа, чтобы все, ну, где она находится конкретно, там, маяк на себя поставить, вот, чтобы уже все ПРП слетелись туда, съехались, вот, в масках, обязательно, наверное. И, в общем, уже начали предпринимать какие-то меры. Ну, во-первых, ну да, это термин ПГ сокращенно, а повергейминг, то есть это, как бы, воображение себя супергероем. То есть, вот, к примеру, если что машины, вот, телом толкать, это тоже победит, но я вообще буду в шоке, если мой девятый ранг так сделает, то есть, ну, это беспредел воображения себя супергероя. Егор, нет, хорошо, оставляйте статус идти до конца зоны, если вы не подойдете мне на дизайн с новыми. Позвоним, хорошо. Оценку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok